МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Грамотность помогает людям принимать правильные решения относительно экономического роста, социального развития и экологической интеграции", так считают в ЮНЕСКО. Именно эта организация в 1966 году объявила 8 сентября Международным днем грамотности. С этой даты началась неделя. И как развивались события, расскажем в итогах нашего времени в студии Ирина Федорова. Здравствуйте. Итак, тема дня грамотности в 2014 году грамотность и устойчивое развитие. Ей были посвящены уроки и акции в школах и вузах России. К примеру, в Дальневосточном федеральном университете преподаватели кафедры русского языка и литературы в течение нескольких дней отвечали на все вопросы, касающиеся пунктуации, орфографии, фонетики и стилистики русского языка. А главное мероприятие в рамках глобального празднования прошло в городе Дака, где правительство Бангладеш в сотрудничестве с ЮНЕСКО организовало международную конференцию на тему грамотность и образования девочек и женщин «Основы для устойчивого развития и присуждения премии ЮНЕСКО за распространение грамотности». Конференция была организована в поддержку глобальной инициативы генерального секретаря ООН «Образование прежде всего». И, следуя тезису «Образование прежде всего», представлю сюжет нашего корреспондента об открытии междисциплинарного научного форума «Москл Сайенс Вик-2014». 8 сентября в Российской Академии Наук стартовала «Неделя науки в Москве». Внимание на экран. Московская научная неделя в этом году впервые проводится в таком масштабе. В понедельник в Большом зале Российской Академии Наук на панельной сессии ученые и организаторы огласили основные направления работы – науки о знаниях, науки о жизни, физиков биологии и медицине. Приветствовали участников форума представители правительства Российской Федерации. «Хочу вас сегодня приветствовать на открытии Московской недели науки. Это первая такая неделя, но мы абсолютно убеждены, что она должна стать традиционной. И каждый год владеющие нашей страны будут собираться для того, чтобы обсудить самые актуальные, самые острые проблемы с функционированием нашей науки. Мы с вами живем как мы стремительно меняющиеся мир, и наука меняется вместе с ним». Тематическая линия форума – междисциплинарные исследования. Главная цель – создать единое пространство для обмена опытом и взаимного сотрудничества между разными направлениями науки. В течение всей недели проводились круглые столы, лекции и выступления. Moscow Science Week – это шанс молодых ученых найти поддержку для своих исследований. Наша лаборатория занимается исследованием того, как океан, мировой океан, влияет на изменение климата. И в частности, изменение климата в Арктике. Сейчас это очень актуальная задача, поскольку Российская Федерация очень активно осваивает Арктику, строятся военные базы, постоянно действующие аэродромы, и необходимо давать сезонный прогноз. Свой интерес был и у ученых мужей. Во время форума они смогли узнать о том, что беспокоит сегодняшнюю молодежь, какие проблемы науки для них наиболее острые, и понять, в каком направлении развивать научную мысль. Яна Яковлева, Антон Зайцев, телеканал «Просвещение». Ведущие отечественные и зарубежные историки, представители крупных образовательных и научных центров собрались 9 сентября в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». Тема встречи была приурочена к столетию Первой мировой войны. Ее историческое значение озвучим в нашем сюжете. В 2014 году весь мир вспоминает события Первой мировой войны. Памятные мероприятия, приуроченные к столетию начала военного конфликта, проходят во многих странах, в том числе и в России. Не надо думать о том, что война, вот сто лет уже прошло с ее начала, что это далекое какое-то прошлое. Она, знаете, нас не отпускает и сейчас. Я вам приведу такой пример. Последние репарации, репарации – это платежи за нанесение ущерба в ходе военных действий. Так вот, последняя репарация была выплачена Германией в пользу Великобритании, когда бы вы думали, в октябре 2010 года. Долгое время в России Первая мировая война оставалась забытой. Сегодня отечественные историки возвращают память о ней. В 2014 году только в Москве открылось пять выставок, проходят круглые столы и конференции, издаются новые книги. В мультимедийной конференции также участвовали представители научного мира других государств. Международное сотрудничество позволило ученым обменяться опытом и объединить усилия в изучении мировой истории. Для нас впервые в России соорганизована такая обширная конференция, конференция, на которой участвовали ученые всех разных стран. И это очень важный факт, потому что, как мы понимали, в России Первая мировая война как-то была каким-то табу. И с этой конференции, на мой взгляд, открылся этот табу. И в продолжении исторической работы этого табу уже не будет. В первую очередь научные исследования важны для работы с молодым поколением. Школьники, студенты – это будущее нашего общества. Поэтому наша задача именно в работе с молодым поколением – верифицировать знания. В завершении выступлений и ответов на вопросы из зала все участники сошлись в едином мнении. Первая мировая война – это начало сложного для нас 20 века. События вековой давности учат нас. Сегодня может быть только одна коалиция. За мир. Яна Яковлева, Александр Шкарбанов, телеканал «Просвещение». Представлю дайджест новостей из Рособорнадзора за неделю. На сайте Федерального института педагогических измерений опубликованы демоверсии экзаменационных работ ЕГЭ 2015 года. Это проекты документов, регламентирующих структуру и содержание экзаменационных вариантов ЕГЭ и ЕГЭ-9. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам будет состоять из четырех заданий разного уровня сложности. И в первую очередь будет проверять навыки спонтанной речи. Рабочие места станут автоматизированными. Ответ учащегося будет записываться на цифровые носители. 28 октября стартует новый национальный проект оценки знаний по математике. Качество математического образования в школах России оценят сначала учащихся 5-7 классов, затем начальную школы. Далее проверят качество обучения информационные технологии. Продолжая тему образования, прежде всего коснемся онлайн-образования в России и выясним, работает оно или нет. Дело в том, что этим вопросом заинтересовались на экономическом факультете МГУ. Там 9 сентября прошел круглый стол. Его цель в формате диалога обсудить основные тенденции, например, можно ли получить работу, используя дипломы о прохождении онлайн-обучения. Или отстает ли российское онлайн-образование от международного. Подробности в материале нашего корреспондента. Эксперты ведущих компаний онлайн-образования собрались в зале для обсуждения самых важных вопросов. Несмотря на то, что представители являются конкурентами, атмосфера была доброжелательной и все с энтузиазмом делились своим опытом. Острым стал вопрос о замещении очного образования электронным. Но в итоге представители образовательных порталов пришли к единому мнению, что это одна из новых форм обучения, способная оказать поддержку как школам, так и ведущим вузам, на базе которых проходит лабораторная и исследовательская работа, которую онлайн-образование заменить не сможет. Я бы сказал, что оно не заместит обычное обучение в вузах, оно скорее всего преобразует формат работы преподавателя. И на самом деле сегодня преподавательская профессия, особенно преподавателя в онлайне, она очень близка уже к такому своеобразному образовательному шоу-бизнесу. Были озвучены особенности работы преподавателя онлайн-уроков. Ему необходимо привыкнуть к работе с камерой, а в помощь ему начинают появляться такие специальности, как режиссер и продюсер онлайн-уроков. Такой серьезный подход необходим, ведь потенциальная аудитория составляет порядка 30 тысяч человек. Также эти видеоуроки могут быть использованы и непосредственно на занятиях в школах. Естественно, полностью заместить то, что преподаватель дает в школу, мы не можем. Но, скажем так, мы можем улучшить, помочь преподавателю с новыми инструментами. Не случайно на конференции собрались слушатели разных возрастных групп. Онлайн-образование предполагает развитие программ не только для школьников и студентов, но и для дошкольников и даже пенсионеров. Ведь поколения уже привыкли к мобильным телефонам и останавливаться на этом не собираются. Он становится максимально доступным, максимально адаптированным под запросы пользователей. И таким образом всем становится проще его потреблять. И бабушке, может быть, будет проще удержать внимание и прослушать какую-то интересную, живо записанную лекцию, которая будет адаптирована именно под ее восприятие. Электронное образование появилось уже около 20 лет назад, но широкое распространение начинает получать только сейчас. Более того, интернет позволяет расширять периферии. Эксперты не исключают, что в будущем ведущими онлайн-образовательными ресурсами могут стать и региональные компании. У всех есть какие-то свои инновационные подходы, инновационные решения. Где-то есть свои лаборатории, которые разрабатывают порой достаточно уникальные, интересные вещи. Из миллионов людей онлайн сейчас обучаются только тысячи. Но вслед за техническим прогрессом следует и прогресс в образовательной сфере. Очень быстро мы освоили и привыкли к онлайн-общению. Не за горами такая же востребованность и удобство онлайн-обучения. Татьяна Абрамова, Александр Шкарбанов, телеканал «Просвещение». А вот в общественной палате озадачились вопросом качества высшего профессионального образования, вернее, общественным контролем. Эксперты и общественники обсудили также тенденции и перспективы развития профессиональной подготовки в России. И что не менее важно, соответствие современного российского образования потребностям рынка труда. Есть конфликт между работодателями и выпускниками, как трудоустроиться после вуза. По данным Росстата, в России более миллиона безработных выпускников вузов, не имеющих дохода. И это четверть всех российских безработных. А более 20% молодых специалистов не могут найти работу в течение года после окончания университета. С чем это связано? Среди причин назывались высокие запросы молодежи, Низкий уровень подготовки в вузах и потребность государства в выпускниках рабочих специальностей. Выход из данной ситуации – тесное сотрудничество с будущими работодателями. Руководители компании должны указывать, какие практические навыки должны приобретать выпускники для успешного трудоустройства. Вузы должны взаимодействовать с работодателями, чтобы выяснить, кого и для кого мы учим. И вузы должны взаимодействовать с государством, для того, чтобы понимать план заказа нашего государства и работать в целях развития нашей экономики, основываясь на стратегической концепции образования вообще в России. Общественная палата Российской Федерации возьмет вопрос трудоустройства российских выпускников под свой контроль. 11 сентября тему рынка труда продолжили, но уже в пресс-центре России сегодня за круглым столом его тема «Выпускники МБА на рынке труда. Варианты карьерных траекторий, ожидания работодателей, выбор программ обучения». О вариантах развития карьеры выпускника МБА расскажет Ксения Мальженкова. Степень МБА – это прежде всего показатель наличия практического опыта и знаний. Единой классификации, как и общего международного стандарта МБА, не существует. Однако все образовательные программы можно разделить на несколько основных групп. Есть программы в экзекутип МБА, есть программы МБА, есть программы дистанционного обучения. И там возможности для продвижения на топовые позиции, либо на позиции менеджеров среднего спина, они различные. Классическая программа МБА – это генералистская программа. Она готовит менеджеров для управленческой ротации, она готовит людей с широким управленческим мировоззрением и мышлением. Она не привязана конкретно к какой-то специальности. Какую бизнес-школу предпочесть? Специалисты в данном вопросе ограничиваются только одним советом – руководствоваться рекомендациями выпускников. Выбор же учебной программы зависит от того, сколько времени вы готовы посвятить учебе. Продолжительность курса – от нескольких месяцев до двух лет. Кроме того, необходимо точно понимать, с какой целью получается степень. Я пошел туда, будучи бизнесменом, предпринимателем, и меня толкнула на это скорее необходимость. Почему? Потому что в бизнесе, чтобы быть наиболее конкурентным, чтобы владеть какими-то инструментами, строить правильную стратегию, тебе необходимы именно какие-то знания конкретные, которые ты можешь применить. Скажем, стать более успешным в конкурентной стратегии, то есть вести бизнес правильно, принимать правильные решения. Наиболее востребованы кандидаты с МБА, прежде всего, как управляющие различных производств и финансовые директоры промышленных компаний. Но все-таки наличие диплома МБА не является для работодателей решающим фактором. Что касается найма, то нет никакой формальной. Для меня так же не важно и диплом. Я это принимаю как сведение, как полноту картинки человека. Он МГУ закончил, там, РЭШ-ку или еще МБА умудрился получить. Или он ничего не закончил, а начинал работать продавцом и вырос до директора по маркетингу в какой-то компании. Мне именно такой человек нужен. Получить степень можно как в частном порядке, так и в рамках корпоративного образования. Во втором случае обучение оплачивает работодатель. Стоит отметить, что в течение последних 15 лет наблюдается позитивная для нашей страны тенденция. Уже представители зарубежных компаний отправляют своих сотрудников на обучение в российские бизнес-школы. Ксения Малеженкова, Александр Шкарбанов, телеканал Просвещение. Хрустальные воды и душистые горы увидели все, кто пришел в Библиоглобус на презентацию поэтических сборников российского дипломата-китаеведа Кирилла Барского. Книги вышли в необычном формате, а вот в каком и что еще интересного приготовил автор сборников узнаем от нашего корреспондента. Душистые горы, парк на западе Пекина. Там любил гулять дипломат Кирилл Барский во время работы в Китае. Поэтические сборники «Душистые горы» и «Хрустальные воды» напоминают узкий свиток не случайно. Такой формат очень удобен для чтения именно поэзии. Еще один интересный факт – к своим стихам и рассказам автор сам делал иллюстрации. Вообще, китайская философия во многом повлияла на формирование поэтического мировоззрения автора и помогла ему добиться успехов в жизни. Я, конечно, был поражен тому усердию, с которым китайцы повладевают знаниями. Это подъем рано утром, повторение пройденного. Под окнами общежития ходили студенты и нараспев, повторяли тексты из учебников и так далее. Автор признал, что только свобода, широта и выразительность русского языка может передать все богатство китайской поэзии. И даже графически русское начертание напоминает китайские иероглифы. Поэтому Кирилла Барского радует новость о включении китайского языка в список единых государственных экзаменов. Мне кажется, что это очень своевременное решение, потому что китайский язык для россиян становится очень важным инструментом общения и способом найти хорошую работу, обеспечить себе интересное будущее. А чтобы будущее действительно стало интересным, стоит в настоящем прочесть сборники автора и приблизиться к пониманию многовековой китайской культуры. Ольга Погорельцева, Александр Шкарбанов, телеканал «Просвещение». От книг перейдем к спорту. Уже в девятый раз на площадке Рео имени Плеханова прошел межвузовский фестиваль современных видов спорта, пропагандирующий здоровый образ жизни. Граффити, танцевальный батл, мини-чемпионат по скейту, битбокс-баттл, стритбол. У всех была возможность доказать, что он делает лучше других. В самом спортивном событии года принял участие и наш корреспондент. У студентов университета имени Плеханова много традиций. И фестиваль молодежных видов спорта Плеханов Open – одна из них. Девять лет назад ученики вуза решили обратить внимание своих сверстников на здоровый образ жизни. И с тех пор их детище живет и совершенствуется. По словам организаторов фестиваля, в этом году им удалось выйти на принципиально новый уровень. «Принципиально здесь совершенно новые аттракционы, которых раньше не было на этом фестивале. Здесь новые звезды, больше участников, больше формат. Мы теперь вышли на общий университетский уровень. У нас больше университетов принимают участие. Я думаю, что да, это большой прогресс по сравнению с прошлым годом». Своим гостям фестиваль предлагает самые различные дисциплины – баскетбол, армрестлинг, подтягивания и многое другое. Есть чем заняться и не ради здорового духа в здоровом теле, а просто для развлечения. Хип-хоп, граффити, битбокс – все, что любит своеменная молодежь. Но молодые приходят сюда не просто, чтобы повеселиться. Для них Плеханов Open имеет куда большее значение. «Первое – это объединение людей. Второе – творческие люди встречаются. Просто люди знакомятся. И это очень поднимает дух и как Плеханова, и так наш. Мы находим новых друзей. Мы учимся что-то делать или просто пробуем себя в разных вещах». Но, коли уж молодые тянутся к спорту, без наград они не остаются. За свои достижения на фестивале участники получают местную валюту – так называемые «open money». Тратить их можно на специальные призы, в том числе билеты на студенческие вечеринки. Такая система – гарантия неутихающего интереса к фестивалю. Сами же организаторы надеются, что их славная традиция будет жить вечно – передаваться из одного студенческого поколения в другое. «Что можно сказать? Плеханов Open – это отменная возможность зарядиться жизненным тонусом на весь оставшийся учебный год. И девятый фестиваль – еще далеко не последний. Шоу должно продолжаться. Андрей Матис, Александр Шкарбанов. Специально для телеканала «Просвещение». Еще в одном ярком мероприятии участвует наш телеканал. «Просвещение» – информационный партнер 13-го парада московского студенчества. Это самое масштабное, значимое студенческое событие в жизни всей России, ведь понятие «московское студенчество» объединяет не только студентов-москвичей. Парад даст старт учебному году, который пройдет под знаком 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Более 45 тысяч первокурсников примут участие в посвящении и получат старт в новую жизнь. О том, как все пройдет, расскажем, когда наступит наше время. И в завершение выпуска приятная новость. Сергей Чернышев, исполнительный директор Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского, удостоен премии Дэниела и Флоренс Гогенхаймов. За всю историю премии с 1957 года российские ученые получают награду впервые. Сергей Чернышев так комментирует полученную награду. Мы, ученые Российского Центра авиационной науки, стремимся всегда оставаться на острие научной мысли, находить и предлагать современные и эффективные решения актуальных проблем у отрасли. И мы будем продолжать двигаться вперед к новым открытиям и свершениям вместе с нашими коллегами со всего мира. На этих устремлениях я с вами прощаюсь и напоминаю, что образование прежде всего. До встречи и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин